Доброе утро! Доброе утро! Юрий у нас решил перевернуться первый раз. Слез с этой кроватки. Все, на диване можно не оставлять. Не так просто, Юрчик. Ааааа! Аааа! Аааа! Не выиграть! Аааа! Я не могу. Не поймите. Уйди. 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 Мои поздравления, Юрий. Дай руку. Мои поздравления. Зарядочку сделали, это рассвет. Солнце. Вот, друзья, тема сегодняшнего выпуска – лактостаз. Лактостаз. В общем, я несколько дней ничего не снимал. Вот, мы тут, короче, заболели, у Нави заболела, у нее температуры, не знаю, под 40, подмышками, но я, ну, уже сейчас получше на ютубе смотрел, нужно померить в нескольких местах. Вот здесь температура нормальная, ну, типа, ближе 37, а подмышками, там, 39 и так далее. Вот, я почитал, что это может быть лактостаз, и, ну, короче, либо неправильное поражение груди, либо еще что-то, в общем, что-то с кормлением, с молоком связано, застой молока, типа, образуется. Нави ни в какую не хочет в больницу ехать. Говорит, нет, сейчас я отдохну пару дней, будет все нормально, ни в какую не хочет никуда ехать. Ну, потому что с нас все начнут в этих больницах, уже в эту, в ту, которую мы рожали, не хочется идти, и они опять ничего там толком не объяснят. В дорогую, если ехать, то, ну, тоже, понимают, они там назначат кучу анализов сразу на сотни долларов, вот, просто там. Или не факт, что мы придем к чему-то результативному в итоге. Я слышал, что есть такие именно консультанты по грудному с кормлеванию, которые объясняют, показывают, вот, нужно на английском. И, ну, что-то, какие-то ошибки выявить. Кстати, по поводу ошибок, ошибки бывают еще и в инвестировании. Вот, ну, вы сами уже, наверное, не раз слышали, что я занимаюсь инвестициями. Есть два пути, вот, как достичь правильного понимания об инвестировании. Это, вот, первый путь, например, который я иду уже практически год. Вот, это учиться на своих ошибках, также читать полезные книги, YouTube-каналы смотреть полезные. И тут важное, важное умение – это фильтровать всю информацию, которую вы получаете, особенно на YouTube и на YouTube-канале. Вот, а второй способ – это взять какой-нибудь уже готовый курс, который уместили все. Вот, поэтому я хочу вас пригласить на бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, вот, который будет проходить, который проходит, в принципе, каждый день сейчас. Вот, вы можете записаться по ссылке в описании. Егор – инвестор с 14-летним опытом, живущий сейчас на пассивный доход, рассказывает, как сберегать и инвестировать часть дохода. На мастер-классе вы сможете узнать, как сохранять и инвестировать часть своего дохода и обеспечить себе финансовую безопасность в будущем. Как создать капитал и защитить семью, и чтобы не зависеть от своего основного дохода, накопить на образование детям, приобрести дом мечты или обеспечить себя после 60 лет, даже если государство вдруг отменит или сократит пенсии. Метод управления деньгами, инвестирования, когда мало времени. Переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча и регистрируйтесь. Участников бесплатного мастер-класса ждут также полезные бонусы. Вот, заказали еду. Граб вообще работает просто офигеть молниеносно. Вот я, наверное, даю ей телефон, она заказывает, я пока там наденусь, в туалет схожу. Все, у меня уже спускаюсь вниз, они уже стоят. Притом из разных магазинов. Чай и еда из разных магазинов. Они вдвоем уже на двух байках стоят. Вот преимущество байков в Азии. И в Дананге здесь нет никаких пробок. Вот тут все это спокойно. А вот там, за рекой, там уже пробки начинаются. И там такая движуха уже вьетнамская. Здесь у нас вон один байк едет. Ну, здесь дорога большая, несколько машин сюда. Мы ждали, сколько мы ждали пляжа, открытия. В итоге открылись. Неделя уже открыт пляж, и мы так еще и не купались. Потому что, ну, никак не получается. Теперь вот Нави болеет. Кстати, насчет моего Яндекса. Прикол. Начали опять просмотры набираться. Я, опять, выложил вот это видео. Вот. Ну, техподдержка знает, что это повтор. И оно 250 тысяч просмотров набрало. 360 тысяч показов. То есть, какой CTR большой. Количество кликнувших. Ну, и пошли просмотры опять. Нормальные просмотры дофига. По 300, по 100 человек в день подписываются сейчас на Яндексе. То даже больше будет просмотров на том же, при том, контенте. Вот. Даже такая бизнес-идея удалять, короче, постоянно ролики. Опять заново выкладывать. И получать постоянно деньги за такое. Ну, это, конечно, я шучу. Look at his hair. It's standing. He cannot be like this. Look at my hair. И смотрите на мою прическу. В кого это Юрий такой? Чьи такие волосики? Чьи такие волосики? Най говорит, не ходит три дня уже в душ, а пахнет все еще вкусно. Прям как я. Сегодня будем купать. И думаю, вчера такую же заказывали. Мне просто очень понравилось. В общем, снимаю такие видосики. Я не знал, я всю неделю опять три дня думал, что снимать. Так и не придумал. Поэтому снимаю, что есть. Ну, я смотрю такие видео, нормально заходит. Попросмотрим, если пофигу. Какое-то там у меня супер-творение. Или просто на ходу снято. Вот это у меня и полезно. Суп. Поэтому снимаю вот такую я фигню. Не обессудьте. Больше у нас нет ничего. Не можем мы специально нашу делать жизнь веселые, суперинтересные. Иногда бывает такая рутина. На моем канале собралась в основном первая аудитория. И большая часть аудитории, которая интересовалась именно Вьетнамом. Ну, либо многие, кто смотрел уже давно, посмотрел пару серий, и у них представления о Вьетнаме изменились. Их стало интересовать Вьетнам. Вот. Но суть не об этом. В общем, я хочу просто порекомендовать вам две книги, которые создал мой коллега, тоже YouTube-блогер, Алексей Бессмертный. Вот он создал две книги. Это два путеводителя по Ни Чанго. Один путеводитель по Ни Чанго и второй путеводитель по Вьетнаму. Вот. Он семь лет уже здесь живет, и он знает очень многое. У него есть очень много информации, которые он собрал. Самую ценную информацию он собрал вот в этих двух книгах. Тут вы можете узнать о белоснежных пляжах во Вьетнаме, об островах, о горах, рисовые террасы, где забронировать отель, какой отель, какие у вас опасности могут здесь подстерегать во Вьетнаме. Вот. И много других важных вопросов. Ну, например, такая кухня вьетнамская. Вот, чтобы вы здесь не бегали, потом и в поисках шаурмы какой-нибудь. Вот, потому что во Вьетнаме очень разнообразная кухня, и есть очень много всяких вкусных блюд. Поэтому также в описании вы у меня сможете найти ссылку на сайт Алексея. Оба путеводителя, сразу два, вы сможете купить по цене в 390 рублей. Такая цена еще будет в течение двух недель, вот поэтому успейте заказать. Обязательно оставьте свой имейл, и Алексей, после оплаты вам вышли электронные версии этих книг. Вот. И это будет отличный способ не только узнать много нового о Вьетнаме, но и также поддержать двух блогеров сразу. Вот Алексея за, соответственно, создание этого ценного материала, и меня за помощи в продвижении этих книг. Сейчас сестре расскажу процесс с документами, как раз вы можете прослушать. Да, короче, в общем, куча слов паразитов сначала, вот. А теперь по делу. Не могу. Я что-то решил снять. Снимаю, как я тебе набираю сообщения, я тебе не могу сказать. Ну, я решил сразу двух зайцев убить, чтобы несколько раз не повторять. И на YouTube. Да, кстати, подписывайтесь на мою сестру. Вот. В общем, все документы, короче, почти собраны. Ну, свидетельство о рождении я получил, наконец-то, вьетнамские. Тоже было сложно сделать. Что нам нужен еще один какой-то документ в консульство. Притом, в Ханое не спрашивают этот документ, только в Дананге. Контракт. Либо какой-то документ, удостоверяющий, что ребенок живет в этой квартире с нами. И это ладно. Ладно, сделаем. Можно контракт, аренда на вьетнамском языке, но нужно его перевести и нотариально заверить. Я объездил и обзвонил все нотариальные конторы, которые занимаются переводом, и никто не может... Ну, они могут перевести, но они не могут нотариально заверить из-за того, что там это частный какой-то документ, там нет никакой печастия и так далее. Они не могут нотаризовать его, они могут только перевести. Вот. И в консульстве говорят, ну, мы можем, типа, это сделать. Нам будет 600 тысяч стоить каждая страница, а там 6 страниц. 600 тысяч — это сколько? 25 долларов. Ну, нехило так там на сотку выйдет. Время души. 35. 35. Еще многие спрашивали, почему мы не купим стол для пеленания. И я все время мне такой. Стол для пеленания, целый стол, типа. Ну, во-первых, мы здесь остаемся, там, на месяц-два, не знаю, сколько мы здесь остаемся. Явно ненадолго, вот. И не понимаю, почему нужен стол. Типа, там же пеленать 40 секунд. В смысле, можно на кровати на любой поверхности сделать. Зачем это делать за столом специальным. Как будто целый день нужно пеленать. Вот. Потом, ну, я в сторис ответил на это сообщение. Это я в сторисах делал опрос. Вот. И мне там много людей написало. Мама молодых тоже. Кто-то купил стол и пользовался один-два раза, только когда там педиатр приходил. Кто-то вообще там не пользовался. Кто-то вообще нормально без него живет. Юрчик давно не мылся уже. Три дня. Та-дам! Юри кайфанал. Нравится. Он прям вообще наслаждается, Юри, в ванной. А, в общем, Нави-то, Нави-то, Нави получше, ну, температуры хотя бы уже нет. Да, точно, надо в море пойти искупаться. И все пройдет море, оно лечит все. Во-первых, успокаивает, массаж делает. Во-вторых, соль, соленая вода. И для кожи хорошо, ну, и, наверное, для груди хорошо будет. Все еще занимаюсь этим документом. Единственное, что осталось для гражданства, вот это доказать, что Юрий живет за границей, не в Россию. Я, короче, везде расставил ловушки от тараканов, потому что мы, когда заехали, видели несколько больших тараканов. И я, короче, расставил вот эту фигню. Я помню, у нас в детстве были такие ловушки, которые, или не в детстве, но, короче, я помню, в каком-то прошлом, где я жил в России, нам эти ловушки очень помогали. Ну, не конкретно эти, но вообще ловушки. Там смысл в том, что таракан заползает внутрь, и потом, когда он выходит обратно в свое гнездо, он всех там заражает. Вот, но спустя какое-то время я все еще вижу тараканов, но маленьких-маленьких, вот такие, как букашки. Прямо один-два, одного там, может, один-два раза, может, и вижу за день у такого маленького где-нибудь, пробегает. Нави говорит, ты всех их предков просто убил. Ты такой плохой у беременных и вновь родивших. Ну, только в родивших ребенка у них обостренное чувство, как это назвать, чувство материнства вызывает какие-то эмоции. Когда они фильм смотрят, они становятся более эмоциональны, если что-то происходит, особенно с детьми. Вот, ну и вообще, когда у человека ребенок появляется, он становится более восприимчив. Как в фильмах, знаете, бываете, там, кто-то кого-то убивает, и он говорит, у меня двое родителей, у тебя есть? Ой, у меня двое детей, у тебя есть дети? Скажи мне, и преступник такой. Ну, и начинает задумываться, ну, потому что это реально так и работает. Если у тебя вот самого есть дети, то тогда ты начинаешь понимать это. Наверное, говорит, вот ты тараканов матерей убил, вдруг они грудью еще кормили, вдруг они такие же вот, как Юрий. Наверное, говорю, что ты предлагаешь с тараканами жить теперь здесь вместе, как в этом? Здесь Свинтура. Фото на паспорт сделал. Ну, поотвечаю еще параллельно на вопросы. Сейчас у нас особо нечего делать, кроме рутины. Из Инстаграма я вчера, да, опрос сделал, я еще угляну, я еще не все посмотрел. Но один из вопросов, да, когда в Россию, почему... И поедем ли мы в Россию, и поедем ли мы навсегда. Поедем мы, я думаю, мы поедем сразу, как сделаем гражданство, как получим паспорт. Мы начнем делать визу, и тогда и поедем. Ну, через месяц-два, я думаю. Как раз к сентябрю, может, к августу, когда там погода будет идеальная, в Астрахани, по крайней мере, и в Москве. Вот. Зачем мы это делаем? Во-первых, соскучился по маме, да, нужно увидеть маму. Ну, это прям обязательно. С сестру, ну, пока у нас есть возможность, мы сейчас можем встретиться. Вот сейчас все в России, сейчас сестра тоже приехала в Россию, поэтому, ну, в любом, это по-любому мы проведем время в России. И останемся, наверное, там на зиму точно, может, еще на весну. Короче, ну, и Нави пусть посмотрит, застанет все времена года, снег посмотрит. Вот. Мы, я думаю, там еще и попутешествовать, не знаю, посмотрим. Может, мы накопим денег и купим дом на колесах, какой-нибудь подержанный, не знаю, в 90-х годов, и на нем попутешествовать. Ну, такая идея пока есть. Вот. Вот, в рассмотрение. Посмотрим. Скорее всего, будем путешествовать в разных странах, жить в веснах. Так, кто-то гулять идет. Я, кстати... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мама здесь. Насчет лифта. Мне многие написали, что нельзя ребенка толкать в лифт. И, правда, я почитал, но я начал искать правила, и реально, что там... Он может сработать, лифт, просто, без груза. Когда легкий груз, и поехать. Иногда это случается еще с открытыми дверьми, когда этот механизм не срабатывает, что дверь не закрылась. И поэтому, как минимум, лучше сначала взрослый какой-нибудь зашел, чтобы он уже туда не поедет. Вес должен больше 15 килограмм быть. Что такое у нас? Вот. Смотри, я пойду сюда сначала. И ты пойду. Ну, лучше, да, лучше на руки брать. Но это неудобно просто беспокоить. Все, вот теперь можем. Элевейтор. Это очень страшно. Вы можете остановиться. Сейчас там, может, посвежее будет. Так, здесь машины вылетают. Нет машины. В тенечке хорошо. Может, бирп. Ой-ой-ой, плачет. Спал спокойно ребенок. Выпищем. Все, Юрчик опять уснул. Только иностранцы в такое время обычно выходят. Ну, для нас, с нами, мы считаем солнцебезопасным. В принципе, часов до 9-10 точно. В принципе, не так жарко, если у вас в теньке быть. Нормально. Хотя уже, да, припекает. Юрчик. Красота. Вот только в Россию не хочется из-за того, что вот это мы пропустим. Будем скучать, поэтому. Юрчик. Сёрфинг все еще закрыт. Что-то не работает больше. Бизнес погорел, может. Или есть подозрение, что они переехали куда-нибудь из Дананга. Хаян, может, или куда-нибудь. Потому что они мне говорили, что мы всегда работаем. Типа, есть волны, нет. Неважно, мы всегда работаем. Так, как бы это взять теперь? В принципе, не так тяжело. Да, маску, конечно, носить на пляже, бред. Ну, штрафуют. Ну, сейчас сядем, можно будет, наверное, снять. Купаться-то. Я видел, вьеднамцы какие-то купались в маске прям. Прикиньте, прям ныряли там. Вот так. Чтобы рыб не заразить. Так, где наш тенек? С досками какими-то. Наш тенек встал. Никого нет. Все, я знаю, с Юрием в отпуск выехали. Все, Нави пошла купаться. Я буду здесь ждать. Нави надо поплавать. Юрчик спит пока. Но просыпается, видимо, уже кушать. Уже голодный, наверное. Чесная вернется и поклормит. Мы воду взяли, можно ополоснуться. Блин, красиво. Красиво как. Так, кокосов сверху нет. Ничего на нас не упадет. Так, в принципе, сидеть здесь хорошо сейчас. В Тимике. Ветерок, такой бриз есть, обдувает, хороша. Вот, волны небольшие поднялись. Видимо, сегодня хорошая, ребята. Все здесь. Папа здесь, Юра. Папа здесь, Юра. Папочка здесь. Ты моя, яблочная. Ты моя, яблочная. Ты моя. Ты моя. Ай-яй-яй. Чист, чист, чист. В общем, оказывается, закрыт пляж. С 4.30 утра до 7.30 только открыт. Типа ограничения, видимо, карантинные. И опять 4.30 вечера откроется. Хорошо, Нави искупалась. Успела. Я хочу спать больше. Я хочу спать больше. Я тоже так хочу плавать. Я прям вспотел здесь тоже. Чуть мы даже и не знали об этом. Поэтому днем никого нет. Ну, типа утром, вот, 5 утра, когда здесь друг на друга все люди, они не заражаются. Но наступает 7.30, и ты один сюда выходишь на пляж, и ты заражаешь всех рыб и весь песок, наверное, в округе. Там сейчас кто-то купался с бутылками привязанными. Ну, обычно вьетнамцы только с бутылки к себе привязывают, чтобы плавать. Я думаю, может, это друг этого охранника, или сам охранник может купаться, или они там, может, охотиться. А он его, охранник, начал его снимать на телефон. Он, видимо, он сказал ему, нельзя купаться, а тот все равно продолжил. И он его, наверное, снял, чтобы донести уже в полицию или куда-то штраф взять. Типа без маски, без всего. Обычно они послушные, они не пунтовщики, как наши. И вон девушка идет. Постоянно мы когда серфили, она постоянно там лежала, загорала. Там вон кто-то уже тоже купается. Пока есть время. Охранник не видит. Ладно, пойдемте домой, Юрчик. Раздражается тут. Не в настроении сегодня гулять. Там он занимается. Смотри, гад. О, нет, сирена, сирена. О, нет, корона-детектор. Кто-то там короной заражается. Там плавает еще кто-то. Корона-детектор. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Спасайся кто может. Там еще охранники на подмоге. Юрчик в отпуске под пальмой. Все, поехали домой. Юрий под защитой. Все, в общем, пришли мы домой. Юрчик кряхтит. В общем, мне прислали сразу два письма. Я же писал их Ханой в консульство. Сказал бла-бла-бла, что почему в Дананге нужны документы, а у вас не нужны. В общем, мне скользко Ханой написали. Обратитесь еще раз в Дананг. Наши коллеги пойдут на встречу и помогут, короче. И следом письмо от Дананга тоже, что сделайте типа контракт на одну страницу, чтобы не переплачивать с переводом. И они все сделают, короче. Так что сейчас буду просить делать одностраничный контракт наших арендодателей. Документы уже заверите. Ну и все, сегодня отправлю все документы на проверку. Белый день, понки! Белый день, понки! Опа! Белый день, понки! Везде папарацци, везде фанаты, не дают отдохнуть нормально грузиям прийти. Здрасте! Здрасте! Ула! Дядя Богдан с подарком. У нас сегодня день рождения. Причит, меня приезду и говорит, Богдан, здоров, босс! Юрчику месяц. С днем рождения! Братан, я пиваса принес. Это вам поесть? Это все такое, белолкогольное. Спасибо. От души. А Юрчику покрепче будем. Это Юрчику. Кстати, если хочешь, чтобы он быстрее вырос, ему генер как раз. Он клубничный. Вот это все хрень для детей. Бесполезно. Это настоящее. Самый мужицкий торт, который был. Мое почтение. Красиво. Красиво. Сколько это? Вау, даже есть такая же... Это ГИФ. Для тебя, Райан. Правда, не один. Ноль целых один. В смысле? Ну, тоже один месяц. Я не думаю, что у них один месяц есть. Ну, это один месяц. Один месяц. Это может что угодно. Это мод. Сколько в итоге стоит? В итоге стоит подарок. А? Подарок. 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 Серьезно? Да. Один месяц? Да. Спасибо. Что это подарок? Подарок. Это подарок. Это неизбежно. Подарок. Это неизбежно. Я люблю подарок. Это мой любимый. Это мой любимый прайс. Что нужно сказать Юлий? Я хочу больше. У нас нет, кстати, зажигалки. Свечи есть, да, но нету розжига у нас. Зажигалки. Огонька не найдется. Сейчас можно приложить руку. Лицо. Почему у меня такие мысли выставят? Прикладываешь руки, у тебя огонь просто изо рта идет. У нас бумага какая-нибудь. Может, документы на гражданство Юрина. Вот бумага. Банк for foreign trade of Vietnam, Don Angus. Том Хэнку бы этого сильно помогло. Сейчас. А вот эта шляпа. Объективом по правую очередь солнце. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, шкур. Не хотите по-хорошему? Будем по-плохому. Так, это, походу, не работает тоже. Не успел заснять, как он потушился. С днем рожденчика. Раз. У меня самое яркое воспоминание с детства, когда мне мама дала в детский сад, оладушки и сушеные бананы сладкие. И я ходил целый день всем детям, рассказывал, что сегодня дадут сушеные бананы и оладушки. А получили только оладушки, не дали сухие бананы. И мне все думали, что я этот врун, короче. Потому что воспитатель... А потом я увидел, что воспитатели едят сушеные бананы. Я не знаю, может, родители сказали, это вот вам, а это вот детям. А я подумал наоборот. И всем ходил, обещал.